Меры по повышению эффективности государственной поддержки бизнеса на Дальнем Востоке в условиях внешних ограничений обсуждены Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Участие в нем приняли все регионы ДФО, большая часть из которых, как и Чукотка, работали в дистанционном формате в режиме видеоконференц-связи. Чукотка приняла участие в межведомственном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина и полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. На встрече по видеоконференц-связи были рассмотрены вопросы развития преференциальных режимов на дальневосточных территориях и снижения административного давления в отношении бизнеса. В разрушенных международных связи доступность финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта. В правительстве сегодня практически в ежедневном режиме работает правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях сансов. Выработано уже более 300 решений. Сопровождение этих процессов, контроль за их чистотой и за полностью является нашей общей задачей. При этом хочу подчеркнуть, что нужно не повышение количества проверок и надзорных мероприятий, а разработка и обеспечение механизмов взаимодействия, направленного на достижение важнейшей цели развития нашей страны. По данным исследования Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 77% российских бизнесменов адаптировались к новым условиям, остальные 23%, в числе которых и резиденты территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, столкнулись с объективными сложностями. Общая сумма просроченной задолженности заказчиков по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимательским сообществом на Дальнем Востоке составляет свыше 460 миллионов рублей. Дмитрий Демешин также отметил, что в изменившихся реалиях внешнего санкционного воздействия Дальний Восток становится для России новыми воротами в сторону рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас 350 тысяч хозяйствующих субъектов осуществляет свою деятельность, и число резидентов, и территория опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивостока на Дальнем Востоке растет. Увеличивается и численность рабочей силы, и еще одна обратная тенденция. Из свыше 20 тысяч заявленных ведомствами на текущий год проверок прокуратуры исключено более половины. По заявлениям органов контроля, на внеплановые мероприятия отказано в согласовании по 68% проверок. Серьезной проблемой, с которой сталкивается бизнес, является ненадлежащее межведомственное взаимодействие различных уровней власти на стадии планирования строительства инфраструктуры для резидентов ТОР, а также недостатки в организации работы по подбору подрядчиков для выполнения проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ, контролю за их деятельностью. Из 190 мероприятий по строительству коммуникации для резидентов выполнено 80 долларов. Конечно, эта проблема – это общий для нас вызов. Он 52 объекта первоначального завершения возведения истек уже давно, более двух лет назад. И число таких долгостоек только в истекшем году нам удалось преломить. То есть, тенденция пошла в обратную сторону по числу уменьшения этих долгостоек, но проблема остается. Я хочу с вами поделиться, что по итогам, выводных с Алексеем Викторовичем, совместных мер удалось добиться сопровождения текущего и достроить более 15 объектов, которые ранее были в стадии замороженных. Отмечу, что в ходе обсуждения выработаны решения по противодействию угрозам экономической безопасности в области реализации государственной политики по опережающему развитию Дальнего Востока. В завершении встречи Юрием Трутневым были обозначены конкретные мероприятия экономического характера. Владимир Никитченко, Арсений Гусев, Вести Чукотка.